И так, ну что ж, Ария Ру, мои маленькие любители покушасти, всего того, что вращается у микрофона, как всегда, ваш похожий слуга Мамору, и это великолепная сборочка Майнкрафт с модом Create. Как я люблю это говорить, и всегда об этом говорю, с момента прошлой записи произошли кое-какие изменения в нашем мире. Например, наша ферма немножечко преобразилась, появился здесь второй этаж и кантовочка, и тут просто в автоматическом режиме все производится, и у нас уже 11 стаков серебряных монет, что в эквиваленте примерно 1 золотой за каждый стак, что в принципе меня более чем устраивает. Я уже тут начал небольшой обмен на медные слитки, что мне позволило заняться здесь еще определенным видом делов. Как я и говорил, я немножечко здесь расширил себе резервуар с лавой, и развел всю эту лаву по нашей базе, по тем местам, где она необходима была. То есть я вывел, получается, вот эту трубу, она вот здесь вот под землей идет, идет, вот здесь вот выходит в первом месте, и заходит магмовый, теперь генератор. Раньше здесь стоял генератор с терминга, теперь же магмовый, и он успешно запитывается от лавы. А также от лавы запитывается успешно вот эта вот система по расплавлению наших металлических слитков. Что успешно делает всю вот эту вот систему полностью автономной. И меня это без сомнения радует. А это значит, что без зазрения совести мы можем продолжать заниматься квестами, которыми должны были заниматься уже давным-давно. Предлагаю начать я именно вот с этого квеста, который предназначен для создания автоматических колес дробления. Для этого нам понадобятся, как ни странно, автокрафтеры, которые у меня уже скрафчены, и я не думаю, что стоит изобретать велосипедом. Так, а почему у меня здесь и овцы пропали? Весело. Мне понадобится всего 21 крафтер для того, чтобы облагородить все это себе сейчас производство. По идее, мне для всего этого безобразия нужно всего две вещи. Вот здесь вот палочки, которые у нас здесь производятся. Благодаря тому, что у меня здесь также есть производство этого самого дерева, я думаю, без проблем получится сделать так, чтобы эти палочки у нас крафтились еще из досок. Всякий случай, если вдруг нам вот этого количества будет не хватать, но я надеюсь, что все у нас обойдется. А также нам понадобится здесь вот отсюда вот брать камень, и без проблем мы его также будем сюда вот где-нибудь доставлять. И я думаю, что вот здесь вот будет прекрасное место для того, чтобы начать размещать все это себе безобразие. Мы, получается, сейчас разместили сетку крафта, которая необходима для создания колек дробления. Теперь же наша задача сделать так, чтобы они были соединены по линиям все, и куда-то в определенное место уходили. Допустим, я хочу, чтобы это все уходило у нас куда-нибудь вот сюда вот. То есть я должен сделать так, чтобы все крафтящиеся элементы пришли вот в этот вот по стрелочкам и выходили вот сюда. А здесь мы должны расположить, получается, депо, в которое все это безобразие будет успешно механически крафтиться. Теперь же нам нужно настроить это все с обратной стороны, таким образом, чтобы у нас были единые, так скажем, ячейки хранения этого самого ресурса. Так как вот этот вот весь крафтер у нас будет предназначен только для одной вещи, значит я без озрения совести могу их объединить, убрав вот эти самые перегородки. Все. И также нам нужно вот здесь вот тоже эти самые перегородки убрать. Это нужно для того, чтобы засовывая один любой предмет вот в этот стак, допустим, давайте для примера возьмем эти самые палочки, я ее сразу просто ПКМ сюда, и они все заполняются сразу вот эти вот ячейки. Замечательно. То же самое, по идее, должно работать и для булыжника, который у нас здесь хранится. Я надеюсь, что этого будет хватать, если что, потом я сделаю здесь отдельный генератор для этого всего безобразия. Как вы можете видеть, просто один ПКМ, и все это у нас успешно запитано. Теперь же мне нужно запитать, это получается, шестереночным прогрессом. И все это успешно пошло крафтиться, и по идее, когда только это скрафтится, это все должно поместиться вот в это вот депо, которое я решил. Скорость меня, без сомнения, не радует, но и ладно. Если что, это потом ускоряется без проблем, пока что к этому ветряку ничего такого кардинального не подключено, как я погляжу. Все, у нас крафт прошел, и появляется здесь, не появляется, ну-ка давай. В депо у нас все это залезло, замечательно, колеса мы получили. Теперь же пока что мы этот прогресс остановим, и сделаем так, чтобы палочки автоматически засовывались у нас вот сюда. Для этого мне понадобится немножечко побольше кардинальных вещей. Так, получается, раз, есть единая линия конвейера, это все, по идее, если я все правильно делаю, помещается через латунную воронку в наш механический крафтер. Получается, из драйвера это все должно высовываться и попадать на конвейер. И осталось лишь только запитать каким-нибудь образом откуда-нибудь этот самый конвейер. И все, получается, пошло. Смотрим, будет ли это все попадать, и как мы можем поглядеть, все это без проблем вообще, без проблем попадает и успешно здесь облагораживается. Замечательно. Теперь же я должен сделать так, чтобы сюда попадал еще и булыжник. Для начала его нужно как-то отсюда высовывать. Получается, вот просто по прямой у нас будет все это время конвейер идти. Ну, ничего страшного, то что он на самом деле будет в подвешенном состоянии. Потом, если что, это можно как-то декоративно заделывать. Теперь же нужно сделать так, чтобы обязательно сюда как-нибудь передавался опять-таки кинетический момент. Но я думаю, с этим проблем не сильно должно быть. Теперь же ставим вот сюда вот латунную воронку, чтобы сразу по стакам это все безобразие выплевывал. И вот сюда вот мы ставим латунную воронку. Так, теперь у меня главный вопрос, будет ли он принимать у нас ресурсы с боковой стороны. Вообще у Create есть отдельный вид взаимодействия с такого рода механическими машинами. Это так называемая вот такая вот рука. И она создана для того, чтобы автоматически брать из сундуков и передавать вот сюда вот какие-либо предметы. Это можно было бы сделать через руку, но зачем, если сделать через конвейеры гораздо проще и интереснее. И как мы можем видеть, без проблем у нас получилось сделать так, что все предметы поместились у нас в инвентарии для крафтера. И как только я сюда помещаю вал, у нас успешно это все начинает крутиться, работать и шайтанить. Встает вопрос, а нужно ли мне это все ускорять? Пока что я думаю, в этом особой необходимости нет. Мы дальше можем успешно завершать вот этот квест, который связан с тем, что нам нужно сделать автоматическое дробление колес. Дальше же нам нужно создать вот эту самую сингулярность, которая создается благодаря тому, что мы колесо дробления дробим на колесах дробления. Соответственно, это, видимо, и вызывает эту самую сингулярность. Вот здесь вот должны располагаться у нас два колеса дробления. Вот таким вот образом. И они должны вращаться, по идее. Для того, чтобы они вращались, мне кажется, идеально подойдут вот сюда вот коробки передач. И останется только в этой коробке передач мне передать крутящийся момент. Колеса крутятся. Осталось сделать так, чтобы крутился у нас еще и конвейер. Все. Конвейер крутится. По идее, сейчас я подключаю вот сюда вот крутящийся момент. Это все у нас создается. И по-хорошему я должен где-то вот здесь вот сделать драйвер, в который это все будет собираться. И вот они первые сингулярности у нас успешно пошли. Получается, квест мы тоже с этим успешно завершаем. Ну а дальше, я так понимаю, нас не пускает, потому что мы не сделали мистическую биомассу, которая будет нам нужна для того, что мы с вами делали немножечко пороха и делали, получается, динамит, который бы взрывался. Давайте, хорошо, займемся именно этим. Если мне не изменяет память, в прошлый раз было что-то подобное. В общем, я здесь размещаю жерновы, которые попадают благодаря воронкам. Это все безобразие. Дальше же мне нужно на жерновы, получается, подать этот самый крутящийся момент. Но мы когда-то с вами это уже делали, так что особо акцентировать внимание на этом не стоит. Главное сюда подобрать нужное количество оборотов. И по идее, я только здесь должен разместить воронки, и это все должно собираться. Но наша основная задача сейчас сделать так, чтобы эти жернова, которые производят вот эти кусочки, перерабатывались на костре. Ну или на кухонной плите, которую я здесь предварительно скрафтил. Получается, мы не можем каким-нибудь чудным образом в автоматическом режиме делать так, чтобы жернова подавали предметы в эту самую кухонную плиту. Но мы можем это сделать благодаря автономным активаторам. Потому что, как оказывается, автономный активатор просто заменяет человеческую руку. То есть заменяет, грубо говоря, правую кнопку мыши. Что, в принципе, нам в этой ситуации и нужно. Так что давайте попробуем это исполнить. Все получается готово. Я вот здесь вот делаю так, чтобы все ресурсы попадали в нашу самую руку. И теперь мы должны вообще проверить, будет ли это все работать, потому что у меня есть сомнения по этому поводу. Опа, посмотрите. Замечательно, заработало. Ха-ха. То есть все, вот получается, то, что нам нужно, оно помещается вот сюда вот без зазрения совести. И без зазрения совести оно у нас, получается, здесь готовится. И мы получаем уже успешно порох. Только вопрос, как он отсюда выходит. Ага, он у нас спавнится просто сверху. Все, все, эта система готова. Ура! Она полностью функционирует. Здесь, получается, стоят вентиляторы, которые сдувают все в наши драйверы. И наши драйверы потихоньку начинают наполняться необходимыми материалами. Эндер пыль, костная мука, которая вообще сейчас нахрен не нужна. Она, в принципе, наверное, нахрен не нужна. То есть вот эту часть можно было вообще снести. Ну ладно, пускай для полной комплектности будет. Я даже решил увеличить количество стаков в этих драйверах для полной комплектности. И чтобы быть уверенным на 100%, что это все нормально будет работать и функционировать. Что же делать нам дальше, получается? Это мы полностью выполнили. И вот эти вот квесты мы тоже как бы выполнили. Просто не серия какая-то, а прям прогрессище. Так, дальше. Получается, нас здесь просят создать автоматическое производство именно динамита. И как раз вот здесь вот нам понадобится именно механическая рука. Ничего страшного, давайте сейчас попытаемся это и реализовать. Из-за одного скрафтим мы и механическую руку, и кучу всего еще интересного. Латунная рука у нас скрафтится просто из латунной машины. А вот для крафтеров нужны латунные машины и обычные верстаки. Ничего серьезного. Так, теперь же самое сложное, как всегда, это для меня. Выбрать место, где будет происходить у нас скрафт. По идее, потом мы будем взаимодействовать с этими сингулярностями, так что неплохо было бы реализовать место по производству этого самого безобразия. Где-нибудь вот здесь вот. Ну, думаю, да, вот здесь было бы неплохо. Как раз нам недалеко придется тянуть порох, но зато далеко придется тянуть вот отсюда, аж песок. Да, тяжеловато нам будет, конечно. Ну, ладно, получается вот здесь вот я его хочу размещать. Теперь же мы берем механическую руку. Эй, вот в чем подлянка. Получается то, что для всего этого создания нам понадобится не одна механическая рука. В этом вся сложность, наверное, да и от этого, наверное, и интересность. Получается так, что у нас одна будет рука настроена на порох. И ей мы будем подавать порох. Получается то, что вот в этих четырех ячейках будет песок, а в остальных ячейках будет порох. То есть вот эти ячейки у нас будут с песком связанные. Я изначально думал то, что получится сделать так, чтобы эта вся штука у меня запитывалась от одного источника. Для этого, к сожалению, нам придется, наверное, ставить латунные воронки, чтобы у нас механические руки умели сортировать. Я, наверное, обойдусь без латунных воронок и просто размещу здесь две механические руки. Я думаю, это самый оптимальный вариант. Для начала я придумаю, как отсюда у нас экспортировать весь порох. Получается, вот так вот порох будет отсюда выходить по конвейеру и вот сюда вот наш драйвер. Замечательно. Вот, скажем, идеально подойдет вот этот вариант и порох у нас успешно пошел. Значит, вот в этом драйвере мы знаем точно, что у нас будет храниться порох. То есть мы берем механическую руку, а сюда она будет размещать, блин. Видимо, с драйвером она как-то не особо хочет коннектиться. Сейчас попробуем по-другому это сделать, да? Я совершенно забыл, что механическая рука не взаимодействует с хранилищами. И с ней нужно взаимодействовать через банальное депо. И как удачно я могу использовать ее на депо. Она берет предметы из него и размещает вот в эти наши крафтеры. Только они должны быть у нас рыжими, потому что она в них эти самые предметы кладет. Вот, можем видеть то, что уже показало то, что эта рука имеет столько-то выходов, столько-то невыходов. И останется ее здесь только запитать. Запитка у нас происходит через обычную шестереночку, что в принципе проблем у нас особо не возникает. Только нужно сделать так, чтобы она, наверное, работала у нас чуть побыстрее, чем хотели бы мы. Пока я не знаю, как это сделать, но что-нибудь мы обязательно с вами придумаем. Дальше же я хочу, допустим, чтобы отсюда песок у нас тоже выходил и шел уже под землей вон туда. Да, это будет, конечно, сейчас весело строить. Получается, депо должно находиться примерно хотя бы на таком же уровне у нас. И, допустим, где-нибудь вот здесь вот на этом блоке. То есть где-то вот на этом блоке у нас должен быть размещен андезитовая воронка, вал. И туда должно это все спускаться и также должно здесь распространяться. Все, конвейер я провел. Сейчас закрываю все вот эти вот некрасивые части и можно запускать в производство. Песок у нас уже успешным образом даже сюда пришел. Теперь я беру, получается, вот эту вот руку и настраиваю ее так, чтобы она плала предметы вот в эти вот части нашего резервуара. Осталось мне только передать сюда крутящийся момент, что, в принципе, не так сложно. Я думаю, здесь воспользуюсь таким же методом, как и до этого. То есть мне понадобится регулятор скорости вращения и большая шестереночка. Что же делает этот, получается, регулятор? Весь приходящийся в него крутящийся момент в эту часть увеличивает на число, которое здесь написано. И таким успешным образом даже вот эта вот большая шестереночка начинает крутиться с безумно большой скоростью. Осталось лишь придумать, как эту самую безумно большую скорость передать вот сюда. И все, начало работать. Я сейчас специально замедлю здесь скорость. Для меня главное было проверить, что это все работает вполне оптимально. У нас весь этот механизм заполнился. Конечно же, я забыл здесь сделать так, чтобы они все были направлены в единообразную сеть. И, допустим, в какой-нибудь, не знаю, депо это должно храниться или в какой-нибудь сундук. Давайте вот сюда, допустим, у нас здесь есть драйвер для этих целей. Все, и сюда мы тоже должны передать крутящийся момент. Теперь я этот крафтер, получается, запитал. Конечно, работает он с маленькой скоростью, но, в принципе, меня это должно устраивать. Я думаю, даже можно снизить немножечко нагрузку на эти самые механические руки. Поскольку они успевают гораздо быстрее это все забирать, чем это все складироваться в нашу систему. Если что, вдруг, я думаю, механический крафтер можно ускорить. Хотя, в принципе, нам это сделать сейчас ничего не мешает. Так что давайте его ускорим вот таким вот методом. Главное, что это нигде не стопорится. И главное, что у нас производится динамит в полностью автоматическом режиме. Он у нас сюда складируется и вполне успешно это все работает. Я думаю, что в этой серии мы достаточно много, на самом деле, успели что сделать. И это очень даже продуктивно получилось. По квестам, что у нас дальше идет? Получается, вот этот вот шахеризатский механизм мы сделали. И нам в следующей серии будет ждать нечто интересное. Нам нужно будет сделать производство и ферму каких-либо любых красителей. Нам нужно будет сделать автоферму по стабилизации этих самых сингулярностей. Как это будет, что это будет, я не знаю. Но я думаю, что будет безумно интересно. Ну и в таком случае на этом все. Всем спасибо, что смотрели. У микрофона был, как всегда, ваш покорослугам Амору. Еще услышимся! Субтитры сделал DimaTorzok